В Украинской столице 17.00 мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире и далее о главных событиях к этому часу. Должность аналогичная венгерскому полномоченному по Закарпатью появится в Украине. Об этом сообщил Павел Климкин после встречи с главой МИД в Венгрии Петером Сиярта в Варшаве. По его словам, новую должность введут после того, как Будапешт изменит название своего уполномоченного. Решение будет на следующей неделе. Оно будет опубликовано в соответствующих венгерских источниках. Мы договорились, что после изменения названия и его публикации мы в нашем министерстве сделаем не совсем соответствующую, но должность, которая будет покрывать трансграничное сотрудничество. Министерство иностранных дел Украины потребовало объяснений от Будапешта в связи с созданием должности ответственного за развитие Закарпатской области. Киев возмущен, поскольку к компетенции уполномоченного отнесли часть суверенной территории Украины. В МИД также заявили о готовности запретить въезд в Украину уполномоченному, если название его должности не будет изменено. Год на свободе. 25 октября 2017 в Украину из российского плена вернулись представители Меджлиса крымско-татарского народа Ильмиумеров и Яхтем Чайгоз. Сегодня бывшие политузники Кремля дали совместную пресс-конференцию. Они отметили, что репрессии против крымских татар и украинцев на полуострове только усиливаются. В свою очередь уполномоченный президента по делам крымско-татарского народа Мустафа Джимилев, который активно боролся за освобождение Чайгоза и Умерова, сообщил, что продолжает делать все возможное, чтобы на свободе оказались и другие узники Кремля. Путину надо всегда иметь у себя определенный, во-первых, ему нужно наводить страх в оккупированной территории, чтобы все его боялись, никто голос свой не поднимал. Во-вторых, ему нужен обменный материал. Они не действуют как в цивилизованном государстве. Они не арестовывают людей за какие-то конкретные действительно преступные дела. Просто захватывают заложников. Четверо украинцев травмированы в результате аварии в Риме. Их жизни ничего не угрожает. Они в местной клинике, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Накануне на одной из станций метро сломался эскалатор. На нем ехали болельщики московской команды ЦСКА. 15 человек в больнице, одному ампутировали ступню. Детали инцидента в сюжете Вадим Огренько. На видео зафиксирован момент, когда сломанный эскалатор на станции метро «Република» в Риме несется вниз. А после резко останавливается. Люди падают друг на друга. Лишь некоторым удается выпрыгнуть на балюстраду. Ступеньки эскалатора внизу превратились в груду обломков. Травмы получили 24 человека. Большинство из них – болельщики российского ЦСКА. Они ехали на Олимпийский стадион на матч ЦСКА с итальянской Ромой. Глава МВД Италии Матео Сальвини заявил, виновными в поломке могли стать сами футбольные фанаты. Россияне начали петь и прыгать. При этом они были в нетрезвом состоянии. Эскалатор поехал очень быстро. Начали падать десятки людей. Многие кричали. После аварии станцию метро закрыли. Пострадавших отправили в больницы. Среди них есть и украинцы. В консульской службе Медукраины сообщили, их состояние некритичное. Пострадавшие в метро в Риме граждане Украины госпитализированы в одну из местных клиник. Полученные травмы не угрожают жизни пострадавших украинцев. Консул поддерживает контакт с потерпевшими и медперсоналом клиники. Официально причину поломки эскалатора пока не называют. Местные власти и сотрудники метро заявили, конструкцию проверяли ежемесячно и технических неисправностей не находили. Вадим Горинько, UATV. Пять серебряных и две бронзовых медали за сегодня завоевали украинские ветераны на играх, непокоренных в Сиднее. Евгей Олексенко принес украинской сборной серебро, показав второй результат в пауэрлифтинге в тяжелом весе. В финальной третьей попытке толкнул 205 килограммов. До золота не хватило всего килограмма. Спасибо за поддержку. Нам здесь, за океаном, очень важно чувствовать ее. Мы понимаем вас за то, что вы сейчас защищаете Украину. Мы защищаем ее честь на соревнованиях. Вы на поле боя, а наши граждане помогают в тылу. Мы рады, что вы нас поддерживаете. Мы верим в нашу страну. Всем гражданам Украины привет. Пловец Богдан Аксентюк завоевал две медали. Серебряную в индивидуальном заплыве на 50 метров вольным стилем. И бронзовую в заплыве на 100 метров также вольным стилем. Ветеран Владимир Король одержал три победы. Серебро в плавании на 50 метров на спине. Бронзу в индивидуальном заплыве на 50 метров. И еще одно серебро, преодолев дистанцию 100 метров вольным стилем. Поддержал почин Побратимов и пловец Виктор Шинкарук. Он завоевал серебряную медаль на дистанции 50 метров брасом. Бронзов и пловец Виктор Шинкарук. Бронзов и пловец Виктор Шинкарук. ветераны Александр Белобоков и Сергей Ильницкий в дисциплине гребля на тренажерах. Александр Гавриленко стал лучшим на соревнованиях по пауэрлифтингу в среднем весе. Всего в четвертый соревновательный день в копилке украинской команды 11 наград. Три золотых, пять серебряных и три бронзовых. И город, в котором уживаются разные религии. Мирно сосуществуют православные храмы и исламские мечети. Бывшая столица могущественных империй Стамбул сочетает в себе черты Европы и азиатский характер. Ольга Михалюк прогулялась по центру города, расскажет, чем он живет и так манит туристов. В историческом районе Стамбула под названием Султан Ахмед кипит жизнь. Тысячи туристов курсируют между удивляющей размерами и величием Голубой мечетью и Собором Святой Софии, некогда самым большим православным храмом Византийской империи. После османского завоевания Константинополя, современного Стамбула, собор превратили в мечеть Айя Софию, достроив вокруг четыре минорета. Сейчас это музей и восьмое чудо света под защитой ЮНЕСКО. На главной городской площади пахнет с долбой, жареной кукурузой и каштанами. Своеобразный фастфуд по-турецки. У продавцов турецких каштанов отбоя нет от покупателей. 100 граммов можно купить за 10 лир или почти 2 доллара. Каштан растет на дереве. Когда поспевает, падает на землю. Скоролупа снимается и тогда берут и жарят его. Каштан полезен для укрепления костей. Блески богатства узоров, как магнит, притягивают туристов из разных стран с сувенирные лавки прямо под стенами Айя Софии. Аладдин приглашает в свое царство парчи и украшений – корон, диадем, браслетов, колец. Показывает традиционный наряд хюрем-султан – раксаланы. В стародавние времена платье было расшито золотом, головной убор обрамлен драгоценными камнями, а на ноги надевались тапочки с закругленным острым носом. Сейчас золотую нить заменил люрекс, бриллиант и бижутерия. Сейчас берут на особые даты, на вечеринки, дни рождения, на хэллоуин и на девичник перед свадьбой. Расписывают руки хной и приглашают подруг. Любой наряд можно примерить и даже получить мастер-класс о манерах султаны. Делать царственное лицо. Какое? Как у султаны. О, теперь я знаю, как ведут себя королевы. Наибольшей популярностью в соседнем киоске пользуются сувениры мечети Истамбула и амулеты. Это исламские украшения с именем пророка Мухаммеда или аятами из Корана. А это более традиционные для турков украшения доисламского периода. Называется «голубой глаз». Он приносит удачу. И хоть в это уже никто не верит, многие всё равно спрашивают. С каждым годом иностранных туристов в Турции всё больше и больше. Согласно последним данным Турецкого института статистики, только за второй квартал 2018 года их количество увеличилось на четверть – до 11 миллионов человек. Доходы от туризма принесли стране 7 миллионов долларов. Из Стамбула Ольга Михалюк, Дмитрий Борщ, UATV. К этому часу пока что всё. Это и другая актуальная информация на наших страницах в соцсетях, а также на четырёх языках на сайте канала uatv.com.ua. Следующий выпуск менее чем через два часа. Оставайтесь с нами и знайте больше. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова